Всем прекрасного дня, у кого-то ночь, у нас раннее утро, хотя световой день сейчас увеличился, ночь около 4 с лишним часов, но скоро будет прибавлять. Это мне напомнило про те самые питерские белые ночи, которых я не видела вживую пока что, ну что поделаешь, не все мы миллионеры, не все мы гениальные люди, гениальные мошенники и воры, чтобы иметь доступ к финансам и путешествовать, ну что поделаешь, каждому свое. Так вот, по поводу Челябинска, написал один человек, видимо кругозор не очень богатый у него, ну это ничего страшного, главное читать, изучать, если есть желание, все это сейчас, ну опять же, смотря что надо проверять, поскольку информации много, источников много, но, допустим, касаемо исторических фактов, нужно работать с архивами, а это проблематично, доступ нужно к архивам. У нас, например, очень хитро сделал архив, я все хотела, да, я хотела побыть волонтером, зато могла бы потом поднять свою информацию про предков, но чисто физически нет времени, то есть архив дает возможность, вот кто хочет, пожалуйста, с понедельника по пятницу принимаем волонтеров, нам нужна ваша помощь, бюджета у нас бла-бла-бла нет, ну как всегда, бюджета на что-то хорошее ни у кого нет, зато на зарплаты хороший есть бюджет начальству в каждой организации. Возвращаюсь, поскольку я гексли, соционика, социанический тип гексли, он иррационал, у него нет четкого плана, структуры в голове, он не является логиком, я затрагиваю сразу одновременно несколько тем, с темы на тему скачу, и всегда буду об этом напоминать, почему люди разные, почему они иначе реагируют, рассказывают, отвечают вопросом на вопрос, не только потому, что они там предки у них евреи, а потому что они так устроены внутренне, это все объясняет соционика, кому интересно, пожалуйста. Советую, кстати, Андрея Бошко, насколько я знаю, он на Украине, политическая ситуация, к этому не имеет отношения, человек очень интересный, по крайней мере, мне нравится, как он излагает материал, и группа у него называется «Канал 16 социотипов» или «Социотипов». Ну, найдете, такой спокойный, еще у него девушка с ним вместе, забыла ее имя, тоже приятное, возможно, тоже гексли, не помню я, кто она по социотипу, он Есенин. Вот, возвращаясь к теме Телябинска, поскольку речь шла о Телябинске, я передала привет, поскольку там живет моя одногруппница, мы с ней поддерживаем общение, я очень этому рада, вообще, в идеале, я бы хотела, в первую очередь, побывать в разных наших регионах России, и, несмотря на всякую вот эту обстановку экономическую, политическую, у нас действительно территория огромная. Сравнивать с США это неправильно, там совершенно другой менталитет, другая политическая система, законодательная и так далее, хотя тоже, казалось бы, государство огромное, но, по-моему, территориально все-таки Российская Федерация при потере территорий, за 30 лет мы потеряли, вы читаете, изучаете информацию, у нас сейчас северные территории, многолетняя аренда, наши чиновники и президент отдали скандинавским странам, японцы, возможно, часть мы уже отдали, не в прямом смысле отдали, но экономически, то есть японцы там орудуют, китайцы также, то есть пока что они фактически не захватили Сибирь и Восточную Сибирь, в частности, да, поскольку у нас сейчас уже больше века деления на Западную и Восточную, и Забайкалье, раньше это называлось Четинская область, Забайкалье, Приморье, то есть экономически они там господствуют, то есть можно не законодательно, а экономически быть хозяевами, вот, и в этом смысле, несмотря на вот такие вот потери территории, все-таки, наверное, еще Российская Федерация остается одним из крупнейших, либо самым крупным в мире территориально, может быть, поэтому все время будут вот эти нападки, выпады со стороны крупных держав, ну, это же веками борьба идет, не первый век, и вот возвращаюсь опять к городу Челябинска, когда мне хочется узнать о другом городе, но пока нет возможности там побывать фактически, я могу посмотреть, что пишут, в частности, энциклопедии, книги, в интернете люди оставляют, очень даже неплохие видео у кого-то бывают, реально, люди не профессионалы, возможно, но очень интересно снимают, без лишнего, без воды, без какой-то, без негатива, везде можно мусорки найти, и бомжи, и проституток, и, ой, точнее, женщин и мужчин с низкой социальной ответственностью, мужчины тоже трудятся в этой сфере, отдельно можно тему эскорт и проституция, в чем отличие, в чем общее, ну, сейчас не об этом речь, и это все везде, и везде есть и свои положительные стороны, к сожалению, наша система многовековая, в частности, на территории нашего государства, как бы оно ни называлось, там, Русь, Советский Союз, Российская Федерация, Содружество независимых государств, система нас воспитывает замечать плохое, акцентироваться на плохом, обсуждать, мусорить каждый день это плохое, не важно, там, соседи, коллеги, начальства, чиновники, местного уровня, Москве и так далее, мировые какие-то новости, да, все это имеет место, но смысл-то в чем, какая-то доля истины в этом есть, если ты постоянно мусоришь эмоции негативные у тебя, факты какие-то, ты читаешь, смотришь, там, телевизор, интернет, обсуждаешь это, один только негатив, там, любые темы, там, кто-то кого-то убил, изнасиловал, кто-то кого-то застрелил, кто-то у кого-то что-то там, даже вот моя личная история, я ее рассказывала в видео, да, мне нужно вести битву с психически больным человеком, скорее всего, у него еще усугубилась деменция, мой отец, он всю жизнь был психопат и садист, ну, такой, знаете, низкого пошиба, который более такие, как Чикатило и прочее, это более высокого полета, там полная потеря, то есть человек себя чувствует вообще безнаказанно, но здесь то же самое, только на более мелком уровне или среднем, вот, хотя кто его знает, со временем такие люди начинают с малого, а потом уже и по-крупному, и усугубляется тем, что присосалась брачная аферистка, которая отправляла на тот свет мужиков, либо кто-то от нее сбежал, она к больному человеку присосалась, она медик, она его пичкает медикаментами, у него стеклянные глаза, у него проблемы со здоровьем физическим, не только психическим, и таким способом хочет отжать чужое имущество, и вот эта вот битва, она, конечно, затягивается по разным причинам, но кардинально можно поменять ситуацию, но вы же сами понимаете, чем это чревато, система гнилая, в том числе законодательная, у нас самооборона и все остальное наказуемо, то есть ты должен стать трупом, тогда тебя не посадят, либо ты будешь себя защищать, тогда тебя посадят, то есть много моментов, и мы в этой системе живем, мы ничего не делаем, мы только мусолим это в чатах, в группах, в разных сетях и прочее, поэтому, чего мы хотим, чтобы у нас как-то в разных сферах что-то было, а то, что люди рассуждают, ой, меня это не касается и не коснется, это иллюзия, в любой момент, и каждого из вас может это коснуться, ситуация, менты, ну или мусора на самом деле, те, кто не работают, их называют мусора, хрен забили, не считают нужным разруливать, прикрываются тоже, ой, сейчас законы изменили, мы ничем не можем помочь, юристы говорят, что они нарушают, могут помочь, не хотят, в судах тоже, вот эти взятошники, разные судьи, адвокаты, эти прокуроры, в больницах, сколько врачебных ошибок допускается, и при родах, и когда операции, определенный процент людей, ну, кто-то скажет философски, что время пришло, поэтому так случилось, но тем не менее, очень низкая квалификация сейчас в любой сфере, я сама трудилась там-там-там, в силу того, что маленькие зарплаты, приходилось уходить, ну и, конечно, интересно, разные сферы, ну, это очень интересно для меня, я не люблю сидеть, ты понимаешь, что твоя жизнь проходит, она и так короткая, и она проходит на одном месте, одни и те же люди, одни и те же правила, рамки, ограничения, и ты как дурак сидишь, вот есть такие люди, они просидят эти 60 лет, 40-50 в одном месте, дряхлыми, немощными станут, и даже вспомнить нечего, как они просидели в углу, там, в цехе в каком-то, в кабинете, в одном и том же учреждении, и при этом получали так себе зарплату, ну, к сожалению, есть и такие люди, и поэтому я попадала там, 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 оказалось, не скажу, что их много было, конечно, если бы я не тряслась, тоже были свои комплексы и прочее, я бы, наверное, уже еще больше в хорошем смысле, в разумных пределах перепробовала, в хорошем смысле, хотя хорошее понятие тоже относительно, вот, поэтому с этих позиций, конечно, деградация идет, и я заметила, что низкоквалифицированные специалисты везде, мало хороших специалистов, неважно, повара, кондитеры, учителя, библиотекари, дворники, уборщицы, сантехники, электрики, инженеры-проектировщики, парикмахеры, мастера салонов красоты, то есть, понятно, что люди перемещаются, пытаются как-то жизнь наладить в этой гнилой системе, хотя это бесполезно выкарабкиваться из гниля, меняют сферы деятельности и так далее, но высококвалифицированных или хотя бы среднего уровня специалистов меньше, в основном низкая квалификация, еще раз говорю, неважно какая это сфера, и стоматологи тоже, кстати, мало, действительно, и гинекологи, и хирурги, очень мало действительно достойная профессиональная квалификация, это показатель деградации социума, и в частности на территории нашей страны, и в том числе в мировом масштабе, и наконец-либо возвращается к теме Челябинска, ну вот я как раз таки своими монологами, рассуждениями, еще раз хочу подчеркнуть, я никогда никому не навязываю, то есть если кому-то неинтересно, нет времени, темы вообще неинтересны, человеку не надо слушать, не надо, не нравится все, перешли на другие каналы и на другие видео, я то же самое, я попадаю в ленте эти короткие видео, начинаю смотреть, что-то не то переключаю на другое, и это нормально, у нас у всех свои темы любимые, интересы, круг интересов, хобби, и поэтому это нормально, если что-то не нравится, все. Критику, да, это отдельная тоже тема про критику, давайте все-таки договорю про Челябинск, поскольку я решила посмотреть, а что же интересного есть в Челябинске, раз у меня там живет одногруппница, и мы с ней, я очень рада, что снова с ней общаемся, я узнала для себя новый факт, это случилось в конце прошлого года, что Челябинск, столица региона, которая находится и на Урале, и в Западной Сибири, пишут, что в Сибири, но нужно все-таки детализировать, и решила почитать про историю, как, почему, там, до этого я сталкивалась, откуда вообще слово Сибирь идет, и в каком, по-моему, в 19 веке пошло разделение восточное и западное, изначально Сибирь простиралась, вот как раз-таки Тобольск, Томск, вот эта вся вот нефтяная, вот эта вся регион у нас, где Тюмень, Сургут, Магнитка, вот эта вот, все вот эти города, и дальше на восток, вплоть до Сахалина, и дальше это Аляска, Людский, еще ряд островов, куда наши любители-исследователи, любители нового, кто-то искал свободы, бежал, чтобы именовать заточение, заключение в тюрьму, купцы и так далее, какие-то ученые-исследователи, ну, просто есть люди, которые в любую эпоху, им нравится куда-то двигаться, не сидеть на одном месте, вот они добрались до Аляски и островов, которые сейчас являются территорией США, вот это все называлось Сибирь, и столицей Сибири как раз-таки был город Иркутск, с какого-то момента он стал, но прошло несколько там, около сотни лет, может быть меньше, и произошло деление на Восточную и Западную Сибирь, и вот как раз-таки в Челябинске в связи с геологическим разломом проходит граница между Уралом и Западной Сибирью, а южнее, я вот карту сейчас не вспомню, если я в чем-то ошиблась, то прошу прощения, Магнитогорск рядом находится, с Челябинском, там проходит граница между Европой и Азией, хотя, если не ошибаюсь, в Тыве, город Кызыл, там тоже есть памятник, граница между Европой и Азией, в общем, очень интересно, постоянно что-то новое узнаем, и те люди, которые пишут, что это бред, не так, ну вы зайдите, почитайте, это же не сложно, что действительно Урал и Сибирь западная, река Ниас частично является границей, Ленинградский мост в Челябинске и соединяют Урал и Сибирь, интересно, необычно.